Продолжение следует... Часто два лучших игрока в этом спорте сидят и говорят друг с другом о том, в чём они лучшие. Такое нечасто случается. Впервые в истории Коби и Леброн сидят рука об руку. Болтающие баскетболисты. Люди пускают о Коби всё новые слухи, потому что ничего о нём не знают. Он определённо из тех, с кем нужно быть начеку ежеминутно. На самом деле, ему уже 35 лет. И он уже играет так давно, что все к этому привыкли. Вот в чём мораль. Нас объединяет одна и та же страсть. Просто мы по-разному её выражаем. То, как он отрывается от паркета, его прыжок с одной ноги, это, наверное, самый невероятный прыжок, что я видел. Просто безумие. Его бросок в прыжке со средней дистанции, ещё и с фолом, это едва ли не лучшее, а то и просто лучшее, что есть в нашей лиге. Два удара мячом о паркет, обманный манёвр, обратный оборот и бросок. Да, я смотрел. Да, я всё изучил. Гляньте, как вам мой прикид. Футболку заправил, всё как надо. Это как Коби выглядит. Он просто весельчак. Поверьте, его не остановить в этом плане. Понимаете, к чему я? Он может так безостановочно. Ну что, давайте. Эй, в этом весь Леброн. Такой он человек. Он просто обожает весело проводить время. Посмеяться, подшутить над кем-нибудь. Знаешь что, Коби, тебе нужно поменять свои сигналы. Мы испытываем взаимное уважение друг к другу. Это та разновидность уважения, которая побуждает нас демонстрировать высочайший уровень соперничества. Оно просто автоматически делает тебя лучше. Я просто проявлю неуважение к Леброну, если не выложусь так же, как и он. Мы делаем друг друга лучше за счёт фактора уважения, который испытываем друг к другу. Но в конечном счёте мы всё равно заядлые соперники. КОНЕЦ